всем привет это новый выпуск шоу 5 по 5 с вами я владимир мышев и сегодня мы будем общаться с мартиным джорианом в преддверии его поединка всех приветствую друзья поединок против емили наврузова нужно вырубать людей хотелось бы избежать каких-то массовых драк на стадионе мой бой против самата его наверное все считают вообще неприкасаемым подпольные бои на голых кулаках это тоже отдельная история словесная перепалка бах мы поменяли имя в паспорте началась жизнь с нуля курьер стройкой шлепки кулаков light pitbull что это была за жесть начнем сразу с твоего грядущего противостояния 24 сентября те предстоит поединок против емилия наврузова расскажи почему бросил вызов именно ему и почему захотел драться не на голых кулаках и боксерских перчатках с ним во первых яму вызов не бросал это просто лига захотела организовать он такой бой мы оба бойца первого сезона кулачки и достаточно неплохо двигались он дошел до финала я до полуфинала почему бокс они кулаки также было предложено бокс насколько я знаю он не на контракте с нашей лигой то есть защита титула мне предстоит сама там это эмиль это как хороший вариант подраться бокс ты наверняка за это время уже успел хорошо ознакомиться с выступлениями эмилия наврузова как ты вкратце можешь вообще охарактеризовать его как бойца да честно я вообще ни один бой не смотрел вот именно готовить к нему я смотрел оба их живую где-то где-то там на повторе когда хардкор смотрел вот а вот так вот индивидуально пока я к нему не подходил я думаю сейчас осталось неделю до боя его более подробно изучу но это смотрит мой тренер какие-то подводят определенные наработки к нему вот я так особо прям не смотрю на я посмотрю так для общей картины в целом такой неплохой боксер принципе техничный моментами эмоциональный но я бои по боксу его не видел я видел только кулачку слишком разно на самом деле в целом такой напористый напористый боец чуть-чуть их но не скажет он драчу но на техничный и при этом такое любит порубиться перед прошлым поединком стопчином у тебя была потасовка на пресс-конференции с ним с эмилием же все довольно уважительно почему так такая разница большая в поведении в целом я всегда взаиме я всегда зеркален они ничего лишнего все не позволяют также я и также у меня был со всеми соперниками топ чем просто определенного грани перешел где я уже молчать не мог даже на камерах поэтому вот снизу за что-то как получилось тебе легче драться когда уже есть какой-то негатив какая-то история или там бой как бой или не имеет значение вообще я в любом случае стараюсь если что-то негативное происходит это перерабатывать контролируемую агрессию это дальней как дополнительная мотивация того что после определенных сказанных слов я не могу дать этому человеку выиграть то есть это не так что я там горю выхожу хочу там ударить с первых секунд ночью и теряя план на баня такого нету если меня человек злит и у меня неприятен то я стараюсь лучше подготовиться лучше выложиться и мотивация получается больше его побить но при этом я не теряю голову то есть по сути любой негатив я вырабатываю для себя в лучшую сторону также это твой третий поединок в хардкоре который пройдет на стадионном турнире при большом количестве зрителей расскажи свои ощущения в чем разница между вот выступлениями перед такой большой аудитории и выступлениями когда там съемка проходит ну на съемках тихо там мало людей мало шума атмосфера вообще другая просто это стадион 10-12 тысяч человек которые создают атмосферу создают энергию это ни с чем не сравнить но но это как-то влияет на твою мотивацию твой настрой и так далее может быть ты на съемках ты более спокойно подходишь к этим боям опять-таки что негатив на конференциях какие-то драки конфликты могут либо тебя в плохую сторону убрать либо в хорошую как ты-то у себя голове настроишь также и люди кто-то волнуется из-за внимания публики я наоборот я стараюсь теперь работать так чтобы кайфовать от этого я выхожу я чувствую так что стадион то мои люди я выхожу стараюсь перенимать у них это энерги мне нравится это все там попал кричит все это ну меня я никак не теряюсь этого я наоборот мне это прикалывает перед этим поединком с эмилием грузовым учитывая нынешней ситуации как-то ты сталкиваешься с негативом в социальных сетях отношению к тебе да я как-то особо не хотел разгонять эту ситуацию в социальных сетях чтобы ну то чтобы не трилитет какой-то держать но сильно тоже не разгонять и мне из-за этого часто пишут типа почему ты не выкладываешь что-то в поддержку там наших не наших но я что-то делаю в любом случае внутри сопереживаю но стараюсь особо просто ну в одну сторону там не раскачивают не разгонять еще больше тот негатив но не почти каждый день пишут типа почему ты не выкладываешь это пятое-десятое все что я могу сделать это 24 числа поднять наш флаг и дело не в мили а в целом поднять наш флаг одержать победу и порадовать наших людей с любым соперником а негатив со стороны именно там может быть фанатов эмилия и присутствует или нет нет кстати нет со стороны мили мне вообще не пишут абсолютно наоборот бывает даже что пишут типа с кем-то добрыми намерениями наверно потому что я себя так веду до меня тяжело там докопаться в чем-то то есть я не веду негативно и очень много болельщиков весь с азербайджана с турции мне тоже немало пишут у меня почти нет негатива в этом противостоянии чуть больше негатива даже от своих людей опять же учитывая что будет большое количество зрителей ты озвучил порядка 10 12 тысяч человек наверняка будут как в твои фанаты так фанаты имели чтобы мог передать вообще перед этим болельщиками на стадионе болельщикам и хотела передать чтобы в любом случае чтобы я бы не сказал каждый будет болеть за своего в любом случае национальный момент присутствует как бы ничего никто не говорил он присутствует но что мы можем сделать это просто в рамках спортивного события поконкурировать хотелось бы избежать каких-то массовых драк на стадионе кипиши давайте мы с эмилием сами разберемся мы записываем это интервью спустя несколько часов после боя головкина и альвареса скажи смотрел ли ты этот бой проснулся я сегодня утром проснулся и посмотрел но посмотрел не все мне показалось что честно сказать они оба как будто уже не те первые два боя мне понравились больше поинтереснее работа чем вот этот вот третий но не могу сказать что по решению насколько я понял что головкин не против того не против решения по моему согласен с тем со своим поражением да ну да я насколько прочитал что плюс-минус но он чтобы не сказала насколько я помню что все вокруг по первому бою мне показалось что выиграл головкин по второму еще можно было отдать ничью внутри эти по ходе он реально проиграл по своему время перестал следить за боксом даже эти бои ческать не смотрю полностью не то чтобы я перешел на youtube формат youtube я вообще не смотрю же недели три я не смотрю ни один выпуск хардкоры любого другого промоушена чуть немножко я этот потерял интерес короче наш кидат и всему этому но что-то ты наверняка смотришь как ты считаешь альварес это лучший боксер мира сейчас или нет тяжело назвать однозначным лучшим боксером мире мне нравится ломаченко еще есть пару боксер времена их не помню ночью крутых ребят есть и нового да есть такой надо да вот он очень крутой вообще то есть их бои мне нравится больше они более динамичные ну альварес тоже очень крутой они все крутые по сами может кто-то там чуть больше меньше друг от друга отличаются на целом они все очень крутые хардкор боксинг существует уже порядка нескольких месяцев почему-то для этого выступал только на кулаках а вот только сейчас создается твой дебют именно хардкор боксинг не было предложений самого первого карда на хардкор боксинг должны были драться милем там были какие-то внутренние качели не буду даваться подробности бой не получился организовать и так вот раз-два вот не только-только к этому пришли опять даже к этому бою там буквально за недели две-три были сложности там на грани отмены боя вот из-за кита внутренних моментов я сразу обозначил что я хочу драться на хардкор боксинг самого первого и винта короче не получился организовать в принципе к лучшему так бы мы подали где-то втихаря закрытом зале а сейчас мы будем драться на большую аудиторию так что принципе все к лучшему в целом когда ты появился в кулачных боях ты говорил что для тебя это возможность прокачать свою медийку и заработать денег перед профессиональной боксерской карьерой эти планы у тебя еще в силе эти планы 24 числа реализуется то есть ты будешь все равно больше сейчас выступать на хардкор боксинг и рассматриваешь это как продвижение своей боксерской карьеры да я думаю что да честно сказать есть уже мысли от кулачки отойти потому что это опасно очень я разбиваю руки постоянно у меня и так травмы я сейчас уже левая рука добавилась до сих пор она меня беспокоит но за 9 боев мне не было ни разу ни одной сечки даже это в любом случае отчасти конечно везение отчасти мои навыки но рано или поздно можно закончиться по-разному и пока закончилось плохо я хочу от этого отойти но посмотрим может быть еще там бой максимум 2 я проведу и скорее всего я уйду полностью бокс зачем тебе изначально было в боксерская профессиональная карьера ты как-то в чем была изначально твоя мотивация когда ты только вступил на профессиональный рик на профессиональный путь может сказать дошло профессионально но я как только начал заниматься боксом 14 лет для меня это не было просто игрой я всегда хотел к чему-то прийти не было какой-то ясно картинами почему кому-то пояс я понимал что я вот я в боксе и все до того были моменты когда хотелось завязать всякие разные сложности но любом случае а в глубине души понимал что я свою жизнь вижу с боксом по-любому и вот я так терпел 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 всякие разные сложности финансовые в итоге дебютировал профессионалов там провел четыре боя появился хардкор попал хардкор и вот такое вот развитие который ну начинается под корсель не знаю это просто свою жизнь неосознанно еще в детстве понял что я свяжу по-любому со спортом и вот так и пошло мы пришли к этому в шапке профиля институте написано что рекорд 50 но бокс-рек гласит что директор 5-1 и первое положение было 2016 году на против скажу верник желая что это забыл да это такая история интересная я дебютировал дебютировал в боксе и ты знаешь есть какой ты выходишь как оппонент либо под тебя там либо ты под всякого ты приводишь а я тогда еще этого не знал то есть мы приехали драться оказалось что я приехал как оппонент для кого-то уже я выиграл этот бой отдали победу ему разногласен мы подали апелляцию судьи изменили решение в мою сторону но они сказали что в бокс реки не могут поменять ничего не знаю как мой тренер подал апелляцию они могут типа только на российском уровне изменить рекорд бокс реки типа не ноги и мы чтобы не портить статистику чуть-чуть можно сказать сделали махинацию одну у меня по паспорту вообще имя марту вот но меня всю жизнь зовут мартин самого детства для меня марту это чужое имя вот мы поменяли имя в паспорте и завели новый бокс рек набил рекорд ну набил смысле там не нарисовал реально выигрывал бои и потом видел у меня кто-то сучнул после у меня был рекорд 50 и потом я смотрю бах мне тренер звонит у тебя рекорд 51 видимо как это еще за просто вы не пробовали связываться этих бумаг уже просто нету по моему но я надо связаться с моим тренером и тут буквально недели две назад я об этом узнал что бокс реки поменяли статистику надо посмотреть ну часто мне уже неинтересно я понял что статистика это не о чем не говорить ничего не значит поэтому главное работать на своими делать себя имя и может делать громкие бои и конкурентные бои то есть статистика для меня уже особо ничего не значит я уже за нулями не гонять как раньше также уже будучи выступающим в хардкоре ты в прошлом году опять провел поединок по профессиональному боксу одержал победу зачем тебе этот бой был это вот именно твоя мечта выступать профессионально да нет на самом деле на этот период я не сильно гнался за прав боксом просто у меня был большой простой я хотел боксировать и заработать денег рассматриваешь ты хардкор открытие хардкор боксинг именно как опять же профессионально лигу потому что бои насколько я знал предыдущие не шли боксер несколько турниров прыщи прошло хардкора и ни один поединок еще не был ни один я думал что можно нельзя ну наносить бокс вообще по идее можно на вопрос как раз раз почему ты не знаешь почему ни один поединок вот из тех что было он не был я насколько я знаю по моему это по согласованию типа если ты хочешь если оба бойца согласны что будет не как матчевая встреча как официальный бой то он занесется насколько я знаю но еще есть такой момент касаемо санкции что суп я знаю вообще все бои в россии не заносится бокс треком нет проблем нельзя санкционировать бои за любой пояс там да вы сидел здесь и так далее до территории российской федерации бокс реком принципе не я хочу чтобы это была официальная статистика надо короче на дело осталось недели мы кстати вопрос по моему не урегулировали надо пообщаться ну опять это рекорд который я понял что ничего не значит на самом деле особенно в наше время когда все вокруг медиа поле то есть имеет значение какого у тебя имя то есть но чисто медиа составляющие даже там может быть там поражение больше чем побед я к этому не стремлюсь но все же я к тому что ну для меня уже рекорд особо незначим бывает бойцы которых вообще плохой рекорд но просто у них нету возможности организовывать себе бои и они постоянно выходят под хороших ребят когда-то раньше времени выигрывают их и не дают победы я знаю ребят у которых там рекорд 71 но они выигрывали ребят титульных боях но давали победу соперникам их соперникам ходите по чемпион мира то есть рейк это вообще ничего не значит поэтому для меня часто не принципиально но и пожелательно чтобы это все счет официально статистику но я уже не пикусь так как раньше об этом ты говорил что пришел хардкор потому что у тебя пропали спонсоры в профессиональном боксе их не было вообще принц не было вообще мне просто помогали люди которые за идею люди которые занимались со мной в одном зале там друзья тренеры они просто видели к я тренируюсь и моменте там через не знаю сколько лет кто-то решился помочь и до сих пор даже когда я стал чемпионом хардкора защитил титул первые спонсоры извне это вот эти вот люди либо либо кофе это первые спонсоры извне которые там не мои друзья не мои знакомые которые решили протянуть мне рук и помочь мне финансово меня по сей день не было никаких спонсоров главном бою вашего карда 24 сентября состоится поединок александра емельяненко и вячеслава дацико что думаешь насчет этого боя тяжело сказать надо понимать какой форме емельяненко ну честно сказать оставлю на дацико потому что мне кажется что он более стабильно тренируется мне кажется скорее всего что он выиграет если бы ты был тренером емельяненко какой бы ты план на бой ему расписал чтобы посоветовал делать придерживаться своей дистанции работа на дальней дистанции проваливать его не драться с датском и как ты думаешь бой дойдет до судейского решения вообще интересно я брестнул сказав нет я думаю что нет скорее всего правый оверхенд вот отдаться ну да да возможно дацик будет переть весь бой но интересно интересно посмотреть я скажу 60 на 40 что выиграть дацик досрочно участвую в мощной акции от рейтинга букмекеров и наших партнеров с розыгрышем крупнейших призов получая купоны за ставки на любые спортивные события главный приз два стильных porsche panamera также среди призов топовые гаджеты в том числе macbook смартфоны и умные часы чем больше купонов тем больше шансов победить переходи на наш сайт и делай свою ставку на успех еще один громкий бы который должен состояться на хардкоре это твой бой против самата когда он состоится если понимание конец года начала следующего но насколько я знаю не знаю можно ли это говорить нельзя может и говорить говорят что начало следующего года опять стадионный турнир и походу получается 4 боя подряд на стадионе инсайдерской информации я знал что будет во феврале турнир стадионный но не знал что ваш поединок скорее всего там пройдет помнишь ли ты разговор следующем после его поединка с сама там общались ли вы после этого с ним да мы общались и до на конференции мне такой настрой был его вывели как будто фанаты вот он сказал что я хочу выиграть даже больше из-за его фанатов потому что они писали грязь короче намного настигали его это и наверно сыграла злую шутку с ним потому что боем вел так будто хочет просто срубить одним ударом то есть это не было похоже на него слишком явно шел вперед без подготовки но я не думаю что на меня повлияет я уже принципе есть плохой опыт со стороны на котором нужно учиться так что если меня это настигнет я думаю что либо я как-то попробую переработать чтобы на меня не повлияло либо я просто отдам instagram там на время руководство менеджеру допустим чтобы не заниматься этой фигне не впитывать эту информацию ты пересматривал этот поединок и вот лен души против сама ты или один раз смотрел один раз но живую посмотрел соответственно я один раз пересмотрел что должен был делать лен друж иначе не кидаться не драться выверено работать вызывать он просто хотел срубить одним ударом все но он то он сам это понимает на такие на самом деле дилетантские ошибки того что но он профессионал ну просто наверно делался на свой удар он думал что по-любому он попадет не первый раунд так во втором не во втором так в третьем по-любому хоть раз упадет этого хватит вот сама-то оказался более чутким чем более выверенным хладнокровным в этом бою но если это будет допустим еще один бой я уверен что он может закончиться по другому абсолютно после этого боя противостояния сама там сталкин то более принципиально для тебя после победы над лен дружим его наверное все считают вообще неприкасаемым непобедимым как так если лен друж не выиграл то кто сможет выиграть это стало интереснее если я его смогу выиграть то это как-то более престижнее что ли поэтому стало более интересным ты говоришь туда многие начали считать его таким неповедимым неприкасаемым а какие ты видишь у него как сильные так и слабые стороны сильные стороны ты его антропометрия чувство он во время боя не особо так волнуется он именно есть мало бойцов которые во время боя именно кайфут от происходящего он садится в угол там бывает разговаривать с камерой но по нему видно что он получает удовольствие он не горит то есть во время боя все все видит все понимает это его сильная сторона моральная сторона техничный он тоже достаточно слабые стороны нужно изучать нужно изучать его движение я уверен что в движениях есть очень много пробелов принципе эти опущенные руки на намного чем можно его поймать возможно после этого боя ему в голову тоже следует что он непобедим допустим кто его знает может быть это его расслабит вот поиск победы над лен душем может чуть нисходительно относиться ко мне и это сыграя сам ошибку какие видишь ты преимущество у себя в бою против самата преимущество я уверен что я подойду по-любому с холодной головой я не буду вестись ни на какие провокации публики на его провокация когда он там танцует ну я думаю что я более хладнокровный хладнокровно пойду к бою в принципе я тоже скоростной я не вижу такого что то средств сверх естественно самом деле просто это все медиа его постоянно показывают выигрывает он там тут растущий в глазах людей он типа какой-то сверх естественно но соком и разных таких боксеров встречал я много таких разных боксеров видел хороших я не вижу в нем что такое чего нету там меня такого типа спарринг-партнера не найти он просто хороший уверенный мастер спорта да не что того мы уже отметили про ситуации с лендышем что киргизские фанаты довольно активные в социальных сетях они еще не начали писать тебе чуть-чуть но это особо не было негатива так ну помелочь пока нет такого типа там сотни киргизских флагов такого нет покажет теперь перейдем к со главному бою это сослан азваров и дмитрий кудряшов что сказали скажешь насчет этого поединка вообще после просмотра боя кудряшова слага было я когда узнал что ослана быстро драться весовая разница плюс опыт и отдавал все шансы кудряшова но потом посмотрел спарринги здесь мне кажется что он не в лучшей форме сейчас вот тяжело сказать мне кажется ослан быстрее техничнее но у дмитрия тяжелый удар я думаю что слава может вылететь бой на самом деле раньше он не давал шансов но сейчас посмотрев работу здесь мне кажется что слава может выглядеть бой но перед боем с вагабом в принципе спарринги тоже были такие же да да просто эта фишка дядя не показывает свои навыки ну тяжелый удар и ну по-любому он донесет я думаю тоже опять я бы риснул бы отдать сослану опять 60 на 40 у дмитрия кудряшова большой именно профессиональный бэкграунд у сослана азбарова довольно долгая и успешная любительская карьера как бы мы что ценнее будет что вообще цене в принципе в профессиональном боксе про боксами мне кажется просто ослана более разнообразный насчет этого счет разнообразия и скорости он может вытянуть просто ему главное не наткнуться на кувалду расскажи как ты попал кора насколько я знаю ты еще пробовал подавать заявку также и в топ-дог самым первый турнир то было когда вышел я сразу написал регбисту написал в аккаунт топ-дога я еще насколько помню тот момент они дрались 5000 забой помочь от и таком информации банализация достоверная я в принципе даже до топ-дога хотел драться где-либо чтобы заработать деньги то есть я пришел после армии ты опять тренировался ничего не делал не работал чтобы не помешать спорту именно даже были мысли я помню я кидал свои заявки типа в подпольные бои на голых кулаках то есть я даже готов был там подраться когда вышел топ-дог для меня это было типа сказка типа еще и на ютюбе еще и за деньги в медиа потом я кидал заявку на хайп пойти там тоже тишина а как упал я на хардкор не знаю что именно сработало я отправлял заявку это раз через друзья выходил нормальный гулян чтобы он там за меня сказал и за 10 минут до звонка от хардкором мой друг который занимался на самом в одном зале еще один парень был он кинул заявку ему позвонили но ему не решили подраться тренер на голых кулаках они когда с ними общались с хардкором сказали что у нас там есть такой такой-то боец кандидат все дела дали мои данные он не звонит горит такая такая информация мы дали твои данные и буквально через 10 минут мне звонят вот я не знаю что сработало от армена гуляна пошло или от моей заявки лет них но судя по тому что вот так вот быстро сработало мне кажется из того что мы рекомендацию дали но когда мне позвонили мне сказали что за тебя же говорил армян гулян я говорю типа да то есть наверное одно второе третье все вместе а теперь через этих друзей они создаются с арменом гуляном чтобы тебя переподписать в наше дело у меня скоро контракт заканчивается поэтому так что скоро арман будем рассматривать разный вариант какие у тебя были мысли после дебютного поединка твоего на голых кулаках что это была за жесть вот такие или мои мысли вначале не было все так красиво как сейчас не было публики не было всех этих красивых картинок мы выходили без музыки вообще была полная тишина до сих пор помню эту картину была такая сетка внизу там деревянная такая обшивка шлепки кулаков лает питбуль и она не было такого что там на улице очень часто дурался для меня это было очень привычная такой был чистый боксер то есть ну нет нет дрался но не особо прям такой драчун было для меня подраться типа два по три на голых кулаках с кмс это что-то новое в моменте не чувствуешь этого всего но потом когда выходишь с боя проходит какое-то время ты смотришь только что бою ты думаешь что я здесь делаю типа зачем я это вообще делал слишком жестоко мне показалось в начале но потом я к этому привык со временем перед дебютным поединком договорил что уже думал завязываться спортом искать работу и так далее как ты сам видел свою жизнь на тот момент знаешь как я в жизни не раз думал о том чтобы взять карьеру потому что были очень большие финансовые проблемы и взрослым парнем уже было зарабатывать деньги для себя для своей семьи но не хотел оставлять свою идею то есть из-за этого часто бывало грузился и там бывало оставлял бокс на какое-то время из-за травм из-за финансовых проблем я думаю чем я не занялся любом случае пришел бы к определенному успеху я думаю что да хоть работая кассиром я за год зарабатывал бы намного больше чем я зарабатываю бокс потому что боксами не зарабатывал ничего я просто трудился утром-вечером и за это ничего не получал абсолютно просто за идея как ты вообще жизнь свою когда я даже думал о том что я оставлю карьеру все равно я в глубине души понимал что этого не сделала если я это сделаю то это сделано время чтобы там привести себя чуть в порядок заработать денег то есть но самый край я вопрос ходил бы как оппонент дрался бы по боксу просто в любом случае я не представляю чтобы я полностью вычеркнул бокс из своей жизни как бы я не говорил как бы я не завязывал не менял профессию там все равно я понимал что я не завяжу ты рассказал про свой первый опыт выступления в хардкоре на тот момент ты вообще думал представлял что хардкор вот перерастет во что-то такое большое ну прям настолько нет настолько большое и так быстро нет не думал но когда я только пришел я уже понял что уровень неплохой потому что на тот момент организованные съемки эти все летающие там дроны для меня это было что-то новое может быть везде было так других youtube промоушенов и я когда это увидел у меня это было типа и когда вышел первый выпуск я понял что это будет громкое шоу как думаешь если он сейчас у молодых бойцов возможность заявить о себе если это не кулачные бои я думаю сейчас время youtube формата и кулачные бои это номер один потому что бокс смотрят в основном только те кто любит бокс для обывателя это скучно а кулаки могут смотреть абсолютно все и могут драться абсолютно все даже интересно даже если поставить двух просто неподготовленных ребят они могут будут крутые бои числа за счет того что там постоянно ну то есть там любой может упасть от любого удара если этим людям одеть перчатки они покажут настолько скучный бой что но мы видели в никто не досмотре да вот а на кулаках все может быть интересно плюс кровь жестокость плюс сочетание шоу я думаю что сейчас выходы должны быть через youtube формат тем более сейчас есть хардкор боксинг из хардкор мм и есть другие промоушен есть кулачка я думаю что здесь можно развиваться даже как спортсмена то есть не обязательно приходить сюда бить блогеров тут очень много конкурентных ребят и чем дальше это идет тем больше разных спортсменов заваливается титулованных поэтому тут можно как себя как спортсмена прокачивать также и медины свое раскачивать я думаю что это сейчас на данный момент лучший вариант а также ты упомянул мм и у тебя тоже есть один поединок по мм и почему не продолжил выступление там это тоже отдельная история у меня был уже 40 мне предложили подраться во владивостоке вот неплохой контракт было то время 4 раунда 1800 долларов и соперник был доступным меня хотели ввести к титулу я ушел от своего тренера потеряв спонсоров которые были от него ну как спонсор который организовывали мне просто бои так и ничего особо не зарабатывал они просто тратились организовываю бои но любом случае тоже но большие нельзя это спасибо я ушел от своего тренера потерял спонсоров и в этом же зале я работал потеряв работу на тот момент я был женат вот и единственный вариант мой был это зацепить за эту возможность подраться в владивостоке и там продолжить свою карьеру в итоге я начинаю готовиться трачу все свои деньги накопившиеся там ну на все на подготовку на нового тренера медкомиссию все эти моменты ну то есть все дорого стоит в итоге я трачу почти все меня даже не допускают к бою на медкомиссии и не допускают бою типа из-за момента сердцем тэнер говорит типа не стоит выступать типа не стоит со здоровьем там туда-сюда я вам сказал да хорошо но сам намутил справку намутил справку и взял с собой друга который полетит со мной и за неделю до боя мне звонит организатор турнира и говорит что турнир не состоится в итоге я потратил все свои деньги там потерял и спонсоров и работу и боя нет в итоге опять началась жизнь с нуля курьер стройка еще что-то то есть денег не было у него же была семья нужно было где-то зарабатывать и тут я узнаю про вариант я чистился в длинном сердце если выигрываешь пробой те дают там ну тысяч 15 бонусом ну смотря какой бы самый простой бой там тысяч 15 бонусом за победу но не было вообще денег я взял 3000 долг это взнос что подраться на этом турнире поймем и если бы я выиграл я получил до 15 то есть я взял деньги в долг взнос отдал и не поставили там какой-то у парня я чисто вышел чтобы подраться быстро заработать деньги у меня получилось его нокаутировать я заработал забрал бонус отдал долг отдался 90 тысяч плюс вот так я выживал тупо ну про то что не так часто дрался на улицах но при этом ты вконтакте подписан на паблик уличные драки когда была последняя твоя драка на улице такого что прям типа один на один долго прыгать драться такого не было что такое там словесная перепалка бах там что-нибудь таком духе в основном это варим и после армии может быть там парочку раз давал кому-то или еще и все так особо прям драк не был серьезно обычно лево боковой залетает на этом все заканчивается не так давно хардкор хотел сделать совместный турнир с барнакл как ты думаешь есть ли смысл в таком турнире в таком противостоянии ну да почему нет два лучших промоушен он может быть не лучших но так как минимум самых мединых в мире 70 килограмм там чемпион мартин тоже и мне это уже не нравится поэтому можно было потанцевать ты знаешь чемпиона своей весовой категории может ли назвать там хотя бы трех бойцов барнакл вообще не смотрю я даже не видел боя своего соперника мне просто друзья сказали смотрели бой недавно его какой-то мартин мартин браун что-то такое не этого достаточно чтобы захотеть он не армии а в целом ты хоть раз просыпался чтобы посмотреть турнир барнакл нет последнее время даже не просыпаешь на посмотреть и все это конечно расстраивает что на какой-то холод к раньше я следил за всеми постами за всеми новостями боями смотрел абсолютно все сейчас что-то я смотрю только в повторе то что мне интересно типа либо делаешь ли ты либо следишь либо делаешь так чтобы следили с июля 2020 по март 2021 ты провел 7 боев по кулачке как это вообще какие ощущения морально тяжело постоянно драться на голых кулаках по здоровью мне просто фартило что я ничего не разбивала ни руку не голову я с высокой получается 7 месяца до примерно 7 8 месяцев про нас 7 боев 65 боев я провел формате гран-при модель из каждый месяц полуфинале я вылетел потом мне дали на замедлительный а нет медали бой за титул вот за 11 дней об этом узнал подрался но это всю историю знают на там засутили и далее реванш через месяц полтора вот и провела 7 бы ну было нелегко но принципе нормально я научился зато часто драться раньше когда по самому выступал я думал что там типа 1 4 месяца бой в боксе на самом деле это очень редко нужно драться чаще я считаю особенно начале карьеры когда у тебя там деньги ни о чем может драться почаще но даже раз в месяц раз два месяца особо вес не гоняешь вот я из-за этого научился драться часто но это как плюс для меня что а какой бой был самым тяжелым в плане здоровья из этих семи или в целом в кулач целом вообще какой самый затратный планирую здоровья это армеец я выбил большой палец на левой руке вот поставили там спицы это единственная моя травма после победы как раз над климовым над армеецам ты взял паузу на год восстанавливался чем ты занимался вообще в течение этого года ничем особо ничем не занимался так выживал и грубо говоря с нуля начал драться дальше то есть мои финансовые сбережения закончились меньше чем за год просто намного меньше я начал продолжил драться дальше то единственное поражение в кулачных боях это мухаммеда клымукова он сразу же сказал единственное на самом деле единственная после этого ты точнее после этого он провел еще пять боев во всем выиграл как ты думаешь почему никто так ничего не нашел ключи к победе надо кунку но сам по себе неплох с моральной точки зрения он тоже достаточно устойчив стиль у него неоднозначный такой тяжело к нему подобрать ключи но я не видел прям с ним более какого-то супер конкурентного чтобы его соперник был таких же габаритов рост вес длина рук с не кажется его соперники немножко ему выступают то есть именно даже просто антропометрии по антропометрии по навыкам ну да он реально хорош но называют его лучшим мире я обязательно согласился уж точно ты объяснял что не хочешь устраивать и заниматься трэш током потому что твои старшие товарищи это не одобрят был ли у тебя у самого какой-то случай когда ты видел что-то в кулачных боях по мэй там происходящее на конференциях или вне что ты даже для себя уже понимал что это вообще перебор самого начала самого начала на конференциях иногда сидела думал когда же закончится чтобы отсюда соскочил то есть ну для меня это не интересно то есть но такой трэш ток есть три что который приятно слушать и у человека есть харизма интересно выражается шутит я допустим на себя это не могу примерить внутри что какое-то если я буду как-то завоевывать зрительскую симпатию то это пусть будет через там юмор харизму ум бои там что-то такое в таком роде ну любая положительные эмоции в негативе этом жить это не моё даже вот с армейцем буквы там негатив ты живешь уже постоянно этим ты подходишь общаешься с друзьями они говорят об этом ты заходишь в инстаграм там происходит это ты приходишь на конференции там это ты постоянно живешь в этом негативе ты как сериал а сериал это не моё поэтому я стараюсь положительно себя окружать и просто спортивное соперничество не как думаешь учесть много удачных примеров как раз те кто не скандалил вел себя достойно и стали не такими медийными и востребованы в плане гонораров то что зачастую как раз те ребята кто больше себя ведет вот таким недостойным образом скажем тем больше набирает медики увеличиваться и гонорары если какие-то хорошие до примеры какие-то выделишь для себя тот же лен друж ну лен душа чтобы быть медийным и не трэш-токером наверно нужно вырубать людей как лен друж как дауд как 77 мусалов ну я не особо панчер у меня такое чуть более долгий путь а самого начала понимал что мой лучший хайп это победа понимал что мой путь будет чуть дольше чем у этих ребят ничего страшного я это принял и ну для меня это нормально самое основное что мне на душе спокойно то есть мне не стыдно появляться перед друзьями перед новыми знакомствами и не стыдно будет когда я с этим всем закончу я буду понимать что у меня какого никакой но будет наследство за которым не будет стыдно и может быть рассказать показать эти гонорары я думаю что не закроют это и что они потом скажут после всего этого что их четыре раза поставили на колено 15 раз дали леща что им рассказать пусть только они закончат карьеру то есть мне не придется о таком рассказывать или о чем-то умалчивать у меня все чисто для меня это важнее чем большие гонорары и медийность я думаю на самом деле после двух твоих следующих противостояний твоим единиц подрастет потому что если приводить опять же примеры лен души и дауда мне кажется большую там свою популярность они получили за счет таких именно личностных противостояний красу леныша сама там и у дауда со сланом то есть такие которые бои были которые ну большая фан база у одного другого она когда объединяется банальный пример там хабиб конор что тогда там происходит бум у тебя как раз очень два удачных боя впереди для да да и в принципе что один что второй соперник особо тоже но не три штокер не имели не самат они достаточно медийные каждый по-своему чем будем забирать у них медийность на определенные цеплять следующий это миль и после сама то кто дальше есть какие-то планы вообще честно нету тогда так далеко не смотрю опять же говорю у меня в конце года заканчивается контракт поэтому подеремся с эмилием подеремся сама там вот дальше будем смотреть пока нет каких-то определенных идей но я думаю что это должно быть что-то медийное и в то же время конкретно способные я то есть не планирую сделать себе имя и бить мешков возможно где-то перекушу если будет вариантом сделал какой-то бой не супер тяжелый для себя но в целом я не собираюсь строить на этом карьеру я хочу расти как спортсмен тоже теперь что у тебя закончится контракт получается бой этот по боксу он входит в контракт по кулачке не отдельно отдельно это единоразовый вообще контракт да то есть контракт долгосрочность хардкор боксинг ты не подписывал нет вообще в целом я сейчас немножко уже холодно отношусь к долгосрочным контрактам либо они должны быть очень интересны поэтому я не планирую подписывать больше долгосрочный контракт а если допустим брать бокс если это не хардкор боксинг где ты видишь если брать на российский рынок возможности для себя выступлений битки не входит туда я думаю да смотрите на профессиональный бокс если только или себе уже принципе нету мне нравится смотреть за рсс наблюдать там высокий уровень спортсменов вроде бы неплохие гонорары вот и дрался там да но я не уверен что они все равно могут смогут предложить так больше чем как как фордкоре и зная верну у них там наверно гонора чуть поменьше соперники посильнее и меня смысл да вот если это смысл насколько я знаю у них открывается кулачка да вот не знаю я думаю что можем подраться на любой площадке это зависит от финансов и все можно возглавить любой турнир также и на шамо боксинг но по-моему незамедленность вообще не гонятся да никак где делали обычные но я не верю что заплатит тебе ну да я думаю что тебе придется еще заплатить чтобы как всегда ну посмотрим не знаю я не рассматриваю ничего конкретного опять же говорю и нет такого что я собираюсь уйти от хардкора то есть нет такого заканчивается контракт дальше мы будем обсуждать смотреть для меня откроется рынок полностью и мы будем уже изучать смотреть и будет предложение какие варианты но единственное что я не хочу подписывать долгосрочный контракт все спасибо большое спасибо тебе